Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Этому искусству лет 500, говорит Лев Алешин, самый именитый судомоделист России и судья международной категории, и зародилось оно в эпоху великих географических открытий. Парусник порой попадал в штиль на недели, и чтобы как-то бороться со скукой моряки делали модели, замысловато размещая их в пустых бутылках, благо недостатка в последних надрифующих кораблях не было. Сквозь горлышко в общих чертах технология изготовления парусника в бутылке довольно проста. Сначала модель строится на столе с учетом дальнейшего членения и сборки-разборки. После этого парусник разбирается и начинается финишная сборка внутри бутылки при помощи специального инструмента. Вот этот самый инструмент и является фирменным ноу-хау, которым мастера не расположены делиться. В современной интерпретации он представляет собой обычно гибкий вал с цинговым захватом на конце. А для нанесения микроскопических капель клея используют длинные медицинские иглы. Саму сборку модели начинают с самого дальнего от горлышка элемента, чтобы в процессе изготовления старой части не заслоняли вновь устанавливаемые. Чем длиннее и уже бутылочное горлышко, чем полнее заполнен моделью объем бутылки, чем больше элементов в конструкции парусника, тем более высоко модель оценивается как на соревнованиях, так и на аукционах. Если же собранный корпус парусника проходит сквозь горлышко, грош цена такой модели, утверждает Алешин. Проблема российских моделистов – плохая поверхность отечественных бутылок. Она искажает детали парусника. С появлением на нашем рынке импортных напитков ситуация улучшилась ненамного. Зарубежные же мастера предпочитают специальные бутылки, сделанные на заказ из оптического стекла, порой по толщине стенки соперничающие с лампочками. Поэтому Владислав Бабкин, автор модели парусника «Азов», поместил его в лабораторную бутылку. Лев Алешин, оценивая модель, утверждает, что на ближайшем чемпионате Европы «Азов» будет бороться за 12 место. Такие модели строятся в мире крайне редко, поэтому даже подержать их в руках – большая удача. Снять же процесс их изготовления – задача, для журнала просто нереальная. «Азов», например, строился более полугода. Высший пилотаж, кто часто пользуется московским метро, наверняка замечал на стенах вагонов рекламу «Вермута» – букет Молдавии. На ней в пустой бутылке из-под вина великолепно выполненная модель парусника. Найти мастера не составило труда, в Москве такие вещи могут делать 34 человека. Всеволод Гладилин специально для «популярной механики» собрал парусник в бутылке, раскрыв некоторые профессиональные секреты. Существует как минимум 14 основных технологий сборки, или, на профессиональном жаргоне.